ахахаха давайте тыкать в него пальцем карри лысый старый пукающий мысли не сказать что очень оригинальная молодец что тут скажешь бойтесь своих желаний говорил кто-то кому-то когда-то я всегда мечтал о внимании кинодеятелей простому человеку не обладающему суперспособностями суперинтеллектом ну еще какой-нибудь супер и вот нате вам получаете героя наших снов меня зовут андрей цветков я посмотрел на этого героя герои наших снов режиссер фильма и такой проектор который проецирует на экран свое видение понимание мира давайте пробежимся по сюжету заодно исследуем внутренний мир режиссера кристофера боргли и так главный герой абсолютно ничтожный человек как его представляет режиссер ну такой знаете скромный человек неуверенный в себе культурный он хороший отец и и муж преподаватель налогоплательщик жертва плагиата чувствуете какое ничтожество правда лысый опять же это над человеком без руки или без ноги и наше человечество научилась как-то не смеяться люди себя сдерживают а лысый старый пукающий возможно я просто избранный режиссер боргли этого не одобряет смысле не одобряет что он старый пукающий но смеяться на ним одобряет так вот наш профессор наше ничтожество начинает сниться разным людям ну естественно становится популярным конечно сразу же находятся дельцы которые хотят выколотить из популярности пола так зовут нашего героя звонкую монету хотел бы я всем снится я тоже наше ничтожество ведет себя и тут неприлично и хочет рекламировать спрайт а хочет наоборот написать и издать свою хорошую умную книгу почему зебры выглядят так как выглядят просто животное не профессор далее идет нехитрый разворот и сны у людей становятся агрессивными что приводит к ненависти пола ненавидят буквально все а потом все это сходит на нет вот такой вот сюжет если вкратце вы должны быть к этому готовы что хотел сказать автор мысли в общем не хитрая общество готово лепить себе кумиров буквально из кого угодно даже кто бы мог подумать из благородного профессора и отца семейства какой кошмар правда может пора прекращать но также легко общество сползает и к ненависти к своему кумиру причем и то и другое происходит вне зависимости от действий самого кумира мысли не сказать что очень оригинальная лично мне если говорить о сценарии не хватило изменения героя на волне общественного изменения отношения к нему если бы герой николаса кейджа под воздействием славы популярности свалившихся денег стал меняться превращаться например в мачо а потом обратно в того кем он был мне кажется это было бы поинтереснее что мне активно не понравилось представление главного героя как невероятного лузера меня это прямо возмутило когда это стало нормальным смеяться над пожилыми людьми над людьми с проблемами со здоровьем что это за мода такая скромный человек не может противостоять нахрапистому миру может посочувствуем ему или лучше поржем над его неумением возражать воришкам его интеллектуальной собственности у него проблемы с кишечником из потенции давайте тыкать в него пальцем и ржать серьезно что дальше над чем посмеемся кариес вставные зубы перелом шейки бедра насколько все сошли с ума просто концентрированное безумие что сказать опыт интересный режиссер кристофер боргли молод и красив это прекрасно дает ли это его право с таким пренебрежением смотреть на людей не совсем здоровых и не таких красивых не нравственная ли это деградация не надо быть пророком чтобы предсказать старость и у самого боргли и у всех кто хихикает над пукающим профессором а он как справляется и тогда возможно хихикающая молодежь выросшая на фильмах об убогих стариках решит что можно и сжигать столь неприятных и неприглядных пенсионеров вокруг и так столько ненависти презрения надменности что очень хочется чтобы искусство как-то заставляло любить людей показывать их хорошие стороны как-то разворачивать прекрасным к зрителю великий фильм тачки один из выдающихся фильмов в моем личном рейтинге так и разворачивать неприятных жителей маленького провинциального городка хороший добрый притягательной стороной к зрителю режиссер боргли не делает это напротив он надменно тычет пальцем как в общество так и в отдельного человека что ж молодец что тут скажет вообще нет что стоит выделить николас кейдж он прекрасен невероятная точность в исполнении своей роли абсолютно прекрасная работа в остальном фильм хвалить не за что банальное зрелище с не закрученным сюжетом и сомнительным нравственным посылом даже оператора не похвалить работа так себе стоит ли смотреть решайте сами подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на бусти донатте надо на тайлер и кидайте деньги на карту я их прекрасно проем пока